Застолье простые советы В нашей жизни случаются разные ситуации. Вы устали и вам не хочется готовить. К вам неожиданно решили нагрянуть гости. Или на приготовление обеда у вас есть всего 30 минут. В этой программе я постараюсь убедить вас, что кулинария не такое утомительное занятие, как думают многие. Улыбнитесь, потому что быстрые рецепты и простые советы помогут справиться с этими трудностями. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления замечательных зеленых щей. Для этого мне понадобится самый стандартный набор овощей, который есть в любое время года в любом доме. Зелеными эти щи сделает крапива и сныть, которые я собрала на собственном приусадебном участке. К счастью, у меня в холодильнике оказались грибы. И мы их смело можем использовать в наше блюдо, для того, чтобы оно стало более праздничным и вкусным. Моя прабабушка с детства приучала меня браться за работу на кухне в партуке и косынке. Я помню, она говорила, «Волосы обязательно должны быть убраны». Туго завязанная косынка мысли в порядок приводит и на стрипню настраивает. Готовить в косынке на самом деле удобно, а наши предки одевали ее на голову и в жизни. Платок любили и считали оберегом. В современной кулинарии он необходим для гигиены. Кстати, о гигиене. Начать приготовление пищи нужно именно с того, что тщательно вымыть руки. Хочу поделиться с вами маленьким секретом. Готовить блюдо желательно в хорошем настроении и с хорошими мыслями о тех людях, которые придут к вам на обед. Так говорила моя прабабушка. Если человек взялся творить, то прежде всего нужно подумать о состоянии духа, ибо все, что делаешь, должно быть на радость и здоровье. Тогда и у тебя все ладится будет, и у ближних. Итак, берем кастрюлю на три четверти заполненную водой и начинаем нарезать дольками предварительно вымытые шампиньоны. Шампиньоны стали давно излюбленным продуктом хозяек. И связано это не только с тем, что у них хорошие вкусовые качества. В них содержится огромное количество растительного белка, который очень легко усваивается организмом. Также в них много насыщенных жирных кислот, калия, железа, цинка. По содержанию фосфора шампиньоны могут посоперничать с некоторыми видами рыб. Но самое главное, что в этом продукте абсолютно нет холестерина. Нарезанные шампиньоны мы отправляем в кастрюлю. И ставим на огонь. Прежде чем браться за другие овощи, я поставлю варить яйца. Воду я обычно подсаливаю, для того, чтобы скорлупа не потрескалась. И ставим на плиту. Настал черед картофеля. Берем предварительно вымытые клубни и очищаем. Картофель вообще очень богат витаминами и минералами. Также мало кто знает, что он улучшает обмен веществ и является практически незаменимым продуктом в диетическом питании. У него много калия, который необходим для сердца. Его вообще прописывают как лекарство для тех, кто страдает сердечно-сосудистой недостаточностью. Но у него достаточно высокая калорийность. И это нужно учесть всем людям, которые следят за своим весом. Очищенный и еще раз вымытый картофель нарезаем кубиками. В картофеле также присутствуют очень важные вещества, регулирующие жировой обмен. Метионин, холин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты. Белок картофеля, о котором тоже мало кто знает, почти так же полезен, как белок молока и яиц. Крахмал, которого в картофеле около 17%, способен предупреждать развитие атеросклероза и снижать уровень плохого холестерина в организме. Витамины и минеральные вещества находятся в картофеле в таких благоприятных сочетаниях, что эту картофельную формулу здоровья не под силу воспроизвести искусственным путем ни одному самому опытному химику. Картофель оказывает благоприятное действие на функции центральной нервной системы, стимулирует деятельность эндокринных желез, способствует лучшему усвоению железа и нормальному кроветворению, препятствует образованию канцерогенов. Чистим лук. Нарезаем лук полукольцами. Чистим морковь. И натираем ее на крупной терке. Морковь – это очень полезный овощ для организма. В нем содержится бета-каротин, который, попадая в организм человека, превращается в витамин А. И этот витамин особенно полезен для молодых женщин. Также морковка очень хорошо влияет на зрение, а ее минеральные вещества поднимают иммунитет. Морковь является высоко питательным корнеплодом. Как лечебное растение, его используют уже около 4 тысяч лет. Полезно погрызть сырую морковь, так как это укрепляет десны. Витамин А, который содержится в этом корнеплоде, необходим для нормального зрения. Он поддерживает в хорошем состоянии кожу и слизистые оболочки. Вареная морковь помогает лечить злокачественные опухоли, дисбактериоз кишечника и нефриты. Обладает этот овощ и противобикробными свойствами. Также в моркови содержатся фитонциды. Достаточно пожевать морковку, и количество микробов во рту резко уменьшится. Для лечения насморка можно закапать в нос сок моркови. Врачи и кулинары советуют использовать в пищу столовую морковь с ярко-красной кожицей, особенно если она убрана до первых осенних заморозков. Овощи приготовлены, яйца сварились, приступаем к пассеровке лука. Грибы сварились. Мы достаем их из кастрюли и добавляем к лук. Ставим опять на огонь, перемешиваем и оставляем пассеровать еще минут 5. Подсолим бульон. Он уже хорошо кипит. И отправляем туда картофель. Перекладываем грибы с луком в бульон. Выкладываем морковь на сковородку. Наша задача сделать эту заправку для супа интересной. И здесь любая хозяйка может добавить все, что ей угодно, то, что она любит. Главное, чтобы вам было очень вкусно. Я добавлю сюда немножко перчика. Хмели-суныли. И опять немножечко присолю. Поскольку крапива и сныть имеют пресный вкус, улучшить аромат и вкусовые качества зеленых щей помогут различные пряности. Ассортимент их достаточно разновиден. Но все же есть определенные специи, которые наилучшим образом украшают собой первые блюда. По желанию, в пассерованную морковь за 1-2 минуты до готовности можно добавить немного эстрагона. Эстрагон относится к полыни, но не имеет характерной горечи. Он хорошо раскрывает вкус блюда, улучшает пищеварение, укрепляет нервы и борется с бессонницей. Практически ни один суп не обходится без лаврового листа, который содержит дубильные вещества и фитонциды, поэтому считается полезной специей. Лавровый лист способствует укреплению организма в целом и является эффективным средством борьбы с туберкулезом. В щи можно добавить базилик. Это чрезвычайно полезная специя для пищеварения. Она обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием. Применяется при простуде, гриппе, хорошо снижает температуру и устраняет нервное напряжение. Майоран – еще одна популярная специя, которая используется в кулинарии практически повсеместно. Ее можно добавлять в любое блюдо для придания аромата. Издавна считается, что майоран и жирные блюда – неразлучные друзья. Потому как эта специя наделена свойством облегчать пищеварение. Майоран – хорошее средство от головной боли и ревматизма. А древние египтяне дарили букетик майорана в знак восхищения. Конечно, в приготовлении первого блюда не обойтись без перца. Черный перец горошком – один из самых популярных. Им приправляют еду уже более трех тысяч лет. Черный перец придает блюду особый аромат и прекрасно борется с бактериями. Он помогает при малокровии и истощении организма. Морковка готова. Перекладываем ее в суп. Щи почти готовы. Остается добавить то, что, собственно говоря, и сделает их зелеными. А именно – крапиву и сныть. Крапива, пока ждала своей очереди, немного устала. Но это ничего страшного, потому что полезных своих свойств она еще не растеряла. Крапиве сразу добавим сныть. Будем резать все вместе. Поскольку зелень молодая, витаминная и очень мягкая, нарезаем и стебли, и листочки. А вообще о полезных свойствах этой зелени мне много рассказывала моя прабабушка. В сорняках, что растут под ногами, много пользы. После зимы восстановиться помогают сныть и крапива. Сныть изгоняет из организма всякую хворь, избавляет от всего ненужного. С давних времен на Руси сныть использовали для лечения суставов. А молодая сныть помогает после истощения. Крапива – это растение силы. Она улучшает кровь, бодрит, изгоняет из организма всякую заразу. Крапивы всегда ополаскивали посуду, чтобы сделать ее стерильной. А также ополаскивали волосы, чтобы коса тугой была. Имейте в виду, для сохранения полезных свойств зелени, после того, как мы ее отправим в суп и он закипит, должно пройти не больше 10 секунд. Суп закипел, прошло 10 секунд, можем его выключать. Суп готов. Накрываем его крышкой и даем настояться ему 10 минут. А пока суп настаивается, мы нарежем укроп и порубим яйцо, для того, чтобы украсить наше блюдо. Укроп – одна из самых распространенных и постоянных трав на нашем столе. Ведь кроме исключительных вкусовых качеств, укроп обладает и множеством полезных и лечебных для здоровья свойств. В зелени укропа содержатся витамин С, каротин, витамин В, никотиновая и фолиевая кислоты, а также многие ценные микроэлементы, такие как соли кальция, калий, железо и фосфор. Этот состав говорит о том, что укроп полезен для зрения и кожи. Он защищает организм от инфекций, укрепляет нервную систему, помогает справиться с плохим настроением и бессонницей, а также хорошо избавляет от проблем с волосами и кожей. Благодаря высокой бактерицидности укроп подавляет гнилостные процессы и помогает организму избавиться от шлаков. Из плодов укропа получают эфирное масло, которое обладает антисептическим свойством. Настой травы укропа понижает кровяное давление и расширяет сосуды, а также расслабляет кишечник и улучшает пищеварение. Яйца рубим мелко. Украшение для супа готово! Зеленые щи с грибами Для приготовления грибного бульона необходимо взять 300-400 грамм шампиньонов, помыть, очистить, нарезать и выложить в подготовленную кастрюлю с холодной водой. Варить до готовности грибов. Одну крупную луковицу нашинковать и обжарить на растительном масле вместе с отварными грибами. Одну-две моркови натереть на крупной терке и пассеровать до готовности. В пассерованную морковь добавить соль, перец и суповые приправы по вкусу. Три-четыре клубни картофеля помыть, очистить, нарезать и выложить в грибной бульон. Довести до кипения и затем туда же добавить пассерованный лук с грибами и морковь. Снова довести до кипения и варить до готовности картофеля. В это время нашинковать зелень крапивы, сныти и ревеня. В последний момент отправить в суп нарезанную зелень, опять довести до кипения, варить 10-15 секунд, после чего снять с огня, накрыть крышкой и настаивать 10 минут. Пока щи настаиваются, для заправки в порционную посуду мелко нарезать отварные яйца и зелень укропа. Хорошо подавать зеленые щи со сметаной и ржаными гренками, натертыми чесноком. Осталось накрыть на стол. Я предлагаю подавать деревенские зеленые щи в керамической посуде. Раньше эта посуда пользовалась особой популярностью. Кушания, приготовленные в керамической посуде, отличаются необыкновенным вкусом. Никакую другую посуду, кроме керамической, наша семья не признавала, потому как для здоровья она полезна. Молоко в глиняной крынке не портится примерно четверо суток, тогда как в любой другой посуде скисает примерно за 24 часа. Если муку или крупу пересыпать в глиняный горшок, то жучки там никогда не заведутся. Керамическая посуда умеет регулировать температуру. Морс в керамическом стакане, поставленном на солнце, все равно останется холодным. Излишки углеводов и постоянные перекусы на работе не приносят нам особой пользы. Конечно, вкусный чай никто не отменял. Но если к вам неожиданно решили забежать на обед, а вы не имеете особого времени на подготовку, высказать свою любовь и хорошее отношение к гостю можно, приготовив для него вкусную и полезную пищу. А красивый сервированный стол непременно скажет ему о том, как вы его любите и цените. До новых встреч и приятного всем аппетита! Пускай стучит открытое окно И жизнь кружит, как ветреная мельница Работа, гонка, интернет, но все равно Душа не устает надеяться, Что внезапно раздастся звонок Зазвучит голос друга знакомый Я скорее накрою на стол Распахну двери теплого дома Не забыв суету наших дней Не откинув дела неотложные Мы в кругу самых близких людей Пробуждаем в душе все хорошее За красивым уютным столом Открываются счастья, секреты Хорошо, что есть под рукой Для застолья простые советы Хорошо, что есть под рукой Для застолья простые советы Для застолья простые ценности На-на-на-на-на На-на-на... На-на-на... За красивым, уютным столом Открываются счастья, секреты Хорошо, что есть под рукой Для застолья простые советы Хорошо, что есть под рукой Для застолья простые советы Хорошо, что есть под рукой